ну привет привет добро пожаловать в новый влог и по всей видимости он будет из швейцарии 11 часов и мы на месте уже в нашем апартаменте такой быстренький рум-тур здесь спальня здесь будем спать мы еще одна комната здесь типа как зал можно позавтракать посеять отдохнуть не знаю поработать может и как прикольно гляньте кровати раскладываются то есть они не занимают лишнее место в течение дня и здесь будут спать мальчики и санузел душевая кабина умыться раковина и туалет вы не поверите но я из дома забрала даже кое-какие продукты по дороге мы купили хлеб авокадо помидоры кофе еще и ватрушки остались тоже взяла с собой не пропадает же добру потом расскажу вам как здесь с ресторанами захар вот есть хот-дог пьют теплый лимонад и сейчас собираемся будем идти наверное кататься только не знаем еще на санках или на лыжах неделanz되2017 это мой план у детей но это то зачем мы сюда приехали посмотрите какое яркое солнышко снег все поскорее одеваемся и выходим на улицу Бэтмены! Мы уже в термобелье. У меня, кстати, Argo Fitness. Оно недорогое, оно очень классное. А у Захарчика есть Декатлона. Вот это чувство ритма. К вопросу о том, чем тут можно целыми днями заниматься. Например, полчаса мы только одевались. Чтобы выйти из дома, потому что очень холодно. Так что мы в полном обмундировании. Мне еще не хватает перчаток, хотя даже в них у меня мерзнут руки. Теплые носки, сабых колен, лыжный костюм. Идем на разведку. И очень темно стало. В сумке у меня еще легкие закуски для малых. Крем защитный. И выхожу, потому что, мне кажется, я сейчас сварюсь. Вышла из отеля утром и просто обалдела. Мы находимся прямо в горах. И вот такой величины горы находятся с трех сторон от того места, где мы проживаем. Очень красиво. Здесь многие здания, отели, рестораны в таком стиле. И многие из них еще и с подсветкой. Такое впечатление, что попал в сказку. Все одеты, как снеговики. По-другому здесь никак. Так, вот еще рядышком отель симпатичный какой. Все они здесь красивые. Но главное, конечно же, природа. Интересный факт. Мы находимся в курортном месте. И все равно здесь воскресенье и все магазины закрыты. То есть можно только арендовать лыжи, что там нужно именно для езды. Ну а купить ничего не можешь. Ни один продуктовый магазин здесь также не работает в воскресенье. Избушка, повернись ко мне передом. Теперь ты готов? Ниндзя. Какие они прикольные. Теперь мы подготовлены. Едем на лыжи? Три, четыре. Да! Игнат уже был на старте. Запишу этот хруст для себя. Буду вспоминать в Кракове. Работаете? Расчищаете ваш домик? Я вспоминаю свое детство. Я обожала, когда было холодно. Прям минус 20. У бабушки мне это совершенно не мешало. Послезавтра, по прогнозу, здесь ожидается снегопад. Так что будем кататься на санках. Спасатели на рамках. Мама провалилась. Как же я люблю именно зимние каникулы. Снега нам очень не хватает в Кракове. И когда он хрустит от мороза под ногами. Летом море, по возможности. А зимой, вот если получается, то стараемся убираться куда-то. Хоть на санках покататься, если не на лыжах. Потому что на лыжи мы встали только год тому назад. Мне кажется, я сегодня напрочь себе отморозила лицо и руки. Захарка, бедный, чуть не плакал. Поэтому мы даже чуть раньше с ней вернулись домой. Так что сейчас восстанавливаемся. И еще я сняла маску. И она на протяжении нескольких часов видна была на лице. Но это особый кайф. И меня также радует то, что в прошлом году я впервые встала на лыжи. И не забыла. У меня не было такого супер страха. Знаете, что я боюсь спускаться вниз. И каждый раз я поднималась выше и выше и выше. Так что завтра мы идем уже в высокие горы. В нашем апартаменте довольно большой балкон. Но выстоять здесь больше пяти минут не получается. То есть постоянно нужно двигаться, чтобы не замерзнуть. Но зато вид красивый. И кстати, утром, когда просыпаешься, так красиво солнечные лучи падают на горы. Это нечто. А вот там дальше, если присмотритесь, бутик Омега. Супер дорогими часами. И таких магазинов здесь огромное количество. Причем практически все они дьюти-фри. Потому что этот городок находится прямо на границе между Швейцарией и Австрией. Я уже много есть не могу. Хочется чего-то прям легкого и теплого. Заказала суп из Цукини. Ресторан, как видите, закрыт. Только доставка. И похоже, это будет мой самый дорогой суп в жизни. Пока я жду свой суп. Суп дня, который теоретически должен быть готов. Но выдадут его мне через 15 минут. 6 часов вечера. Гляньте, ни души. Никого нет. Прям очень пусто. Там раз в 5 минут кто-то один может пройти. Большое количество также ювелирных украшений здесь продается. Мне будет интересно позаглядывать. Ну, хотя бы на косметику, чтобы сравнить цены. Говорят, дьюти-фри. На каждом шагу буквально кричат об этом. А я ориентируюсь в ценах на косметику. Где можно реально купить подешевле. Вон Сваровский дальше виднеется. Потом скажу вам, как на самом деле. Еще один магазин Rolex. Вот это да. И нет ничего на витрине. То ли потому, что воскресенье не выставляют. То ли боятся, что ограбят. И вполне логично. Я не знаю, в чем суть этого. Может, вы меня просветите. То ли это какой-то способ отмывания денег. Или в чем дело. Мы в деревушке, в горах. И здесь заправка на заправке. И такие, и прям настоящие заправки. И с магазинами рядом. И кто заправляется в горах так часто, я не знаю. И посмотрите, топливо здесь стоит меньше 1 евро. У нас дороже. А мы заправились в этом, в Австрии. Если бы знали, то дотянули бы сюда. Ну, есть как есть. Наряды у меня здесь, как у Eskimos. Реально, все самое теплое. Пуховичок у меня из Zara. Я покупала его в прошлом году. И написано, что он до минус 20. Не наврали. Мне в нем не холодно. Не сейчас, когда минус 15. Не вчера, когда было еще холоднее. Здесь очень симпатично. Многие отели работают. Но они полупустые. И, наверное, когда здесь сезон, когда все открыто, нормальная жизнь бурлит, здесь повеселее. Оля, Дед Мороз, красный нос. Если я подольше постою на улице, то у меня еще и не на глаза будет. Вчера у меня даже выключилась камера от мороза. Но я прям моргаю и вижу, что у меня как снег на ресницах. Бродила я, бродила. И нашла очень красивую, милейшую, атмосферную. Чуть не сказала церковь. Не церковь, а это костел, наверное. Я не знаю, какая вера здесь. Я не проверила. Простите. Но это очень как-то вписывается во всю атмосферу, во всю архитектуру, которая здесь. И обратите внимание, насколько красиво подсветка подчеркивает фактуру стен. Сейчас там внутри посетитель. Я зайду позже. И снаружи еще остались, я так понимаю, рождественские украшения из натуральных материалов. И вторая также. Это натуральная ель, несколько видов, что-то засушенное и бантик. Я уверена, что это сделано какими-то местными мастерами. Пусть там можем зайти. Вход для таких низеньких, как я. Прям можно удариться. Ой, а пахнет здесь, как всегда, в таких местах. Несмотря на то, что пространство совсем маленькое. Но вот когда отдыхаешь душой здесь. Вот и есть мой суп. Еще Томаку взяла креветки. Идем домой. Ой, чуть не грохнулась. В смысле, не домой, а в номер. Это называется Оля в отпуске. Мама, а можно сырнички? Конечно, можно. Суп оказался просто отвратительным. Поэтому детей в том ресторане я тоже не хочу кормить. Хорошо, что у меня есть с собой мой любимый агрегат. И сейчас по-быстрому детям сделаю нежнейшие сырнички. Хорошо, что еще и яйца взяла с собой. И творожок оказался дома. Не хочется постоянно их пичкать пиццами и каким-то фастфудом, бутербродами. Так что мне не лень. Все равно вечер свободный. Так как малые сильно намочили ботинки, поэтому какие-никакие, но сырнички будут. За отдых в Швейцарии 2021. Это, конечно, прикол. Но многие рестораны вообще закрыты. Поэтому главное лыжи, а еда это, так сказать, второстепенное. Но есть нужно, чтобы жить. Поэтому детей нужно накормить. Хоть тебе 2001, хоть 2020, хоть какой-то там год. А еда по расписанию. Посудомойка супер вещь. Даже в отпуске. Относительно, конечно. Но чтобы было что состряпать, я взяла с собой, знаете, все, что попалось под руку. Это мука, несколько приправ. Кстати, соли здесь не оказалось. Это впервые в апартаментах, которые мы снимаем. Там соль, перец у меня есть, универсальная приправа итальянская, корицу. Там для всяких блинчиков, для, ну, короче, знаете, для манной каши. Манную кашу тоже прихватила и сахар. И пудинги, ванильный сахар где-то там и разрыхлитель. Помимо этого, все, что я схватила. Томатная паста, молоко, это мы купили по дороге. Майонез, домок взял, домок без него жить не может. Вот это келец, будете в Польше, возьмите на пробу. Он такой интересный по вкусу. Творожок, помидоры, часть мы, правда, уже съели. Авокадо, лук, чеснок, сосиски, ветчина для детей, яйца, паштет. Это кремовый сырок, у меня еще тунец есть, забыла сказать. В общем, с тунцом, с луком можно перемешать, соль, перец и будет такая, типа, паста в Польше это называется, на хлеб намазывается. Собственно говоря, это все, наш набор для выживания. Хотя бы в первый день, первый и второй. Субтитры сделал DimaTorzok Она живая. Я случайно зацепила ее. Покажу вам свой уход в поездке, чтобы лицо не отвалилось и решить какие-то проблемы, если они вдруг поступят. Для волос это Wet Brush, такая позитивненькая расческа. Всегда вожу ее с собой. Демакияж. Я вообще-то как бы не пользуюсь здесь мейкапом, но тем не менее, вечером я всегда использую двухэтапное очищение кожи. Это и влом. Мне нравится этот бальзамчик. Он такой жирненький, но в хорошем смысле этого слова. После него уже лицо увлажненное, абсолютно не пересушивает и макияж тоже хорошо удаляет. Второй этап умывания это ЦРВ. Была такая миниатюра. И на удивление, несмотря на то, что здесь совершенно другой климат, она мне кожу не пересушила. И также утром использую ее. Это номер 2 для лица. Самый универсальный крем на холода. Для лица, для тела, для детей. Состав безопасный, очень чистый, классный. И это увлажняюще-питательная бомба, если у вас сухая кожа или нужен защитный крем, который также не забьет поры. И после кислот также можно его использовать. Он часто у меня есть и в полном размере. Это, ну, не совсем миниатюра. 30 мл тоже надолго хватит. И руки можно мазать, что угодно. Поэтому один крем на всех. И его я также наношу под глаза. Это вот то, что прям супер-пупер обязательно. Бальзамчик у меня заканчивается. Это La Roche-Posay. Люблю его. И минимальный расход. При этом он сладенький и очень круто защищает губы. И восстанавливает. Для меня и для Томака. Для всех, короче, нас четырех. Потому что здесь, конечно, обветриваются губы. На раз-два. Effaclar Duo я взяла с собой. Потому что, когда выезжала, у меня было несколько высыпаний. И есть пост-такне. Поэтому вечером локально наношу и его. Днем у меня идет эссенция. Правда, это не Миша, а другая. Но вот эта Миша Супер Аква. Она тоже очень хорошая. Я летом использовала целую большую баночку. Здесь у меня I'm From. Но в качестве первого этапа после очищения я наношу эссенцию. Вечером у меня просто крем. А утром витамин С. Это сыворотка от E-Cooking. Если честно, я не анализировала состав. Но вообще, это очень хороший бренд. Мне нравится. И хорошо выравнивает тоже оттенок кожи. Лицо такое бодренькое после него. И приятная текстура. Немного увлажняет, но не утяжеляет кожу. А это сыворотка для роста ресниц. Вы о ней спрашивали. Точнее, в моем случае, для восстановления ресниц. Я обязательно о ней расскажу подробнее чуточку позже. И, конечно же, резинка. Одинокая резинка для волос. Всегда тоже в косметичке у меня какая-то резинка такая. Или пружинка. Потому что я люблю дома завязать волосы, чтобы они мне не мешали. Ах, ну чуть не забыла показать. Это крем для ног вообще-то. От Evaline из линейки SOS. Вообще люблю ее. И бальзамы для тела у них классные. Тоже в красной упаковке. И для рук я никак не могу поймать. Поэтому наношу этот и на руки, и на ноги. Очень хорошо восстанавливает. И здесь есть нужные компоненты, которые справляются сразу с сухостью рук. С такой огрубевшей, неприятной кожей. Доброе утро. Я допиваю свой утренний кофе. Здесь еще один глоточек. И решила с вами немножко поболтать. Не поверите, я сегодня накрасилась один раз для одной фотографии. У нас очень красивый вид с балкона. И вообще так как-то атмосферно. И я мечтала о такой фотографии. Сама ее сделала со штатива. Скорее всего она будет также на заставке к данному влогу. Аж замерзла на улице. Потому что я уже сто раз сказала, что очень холодно. Непривычная температура, конечно. И сейчас сижу тут греюсь. В общем, как мы сюда добрались? Я так и не успела ничего рассказать. Потому что все как-то спонтанно произошло. Мы думали, куда поехать именно на зимние каникулы. Чтобы и мы, и, конечно, в первую очередь дети активно провели свои каникулы. Мы очень сильно засиделись дома. У нас, получается, были сначала все вот эти рождественские праздники, потом Новый год. А потом у всех в Польше одновременно были зимние каникулы. Раньше все разделяли по регионам, чтобы родители могли как-то взять отпуск, чтобы все могли посетить, например, одни и те же места, чтобы всем, грубо говоря, хватило места и также времени. Но сейчас у нас был полукарантин, полуканикулы и в общей сложности 4 недели. И дети сидят дома, и они, конечно, сходят с ума. Если бы был полный запрет, что никуда нельзя ехать, мы бы никуда не совались. Я никого не агитирую куда-то ехать сейчас, но так как была возможность, мы проверили, и совершенно свободно можно было приехать в Швейцарию. Мы не сдавали никакие тесты, это не требовалось, и также транзитом можно было проехать через Чехию, Австрию и Германию. Единственное, что на таких своеобразных границах между этими странами нас просили показать резервацию нашего отеля. Между прочим, мы выбрали несколько вариантов и уже по дороге в Швейцарию резервировали все и оплачивали. Когда мы приехали сюда, у нас не было карантина, и вроде как, ну, я надеюсь, что ничего не изменится. Обычно на это все дается там несколько дней, то есть заранее предупреждаю, что там через пару дней будет карантин. По возвращению домой или по приезду в какую-то страну, и так как мы приехали сюда всего на 4, там, с копейками дней, то по возвращению у нас не должно быть никакого карантина. И мы, конечно, не пожалели, что мы поехали сюда. Единственное, что отдыхом это назвать довольно сложно, потому что, ну, вообще, выйти из дому с детьми, одеться, все обмундирование, все с собой взять, ни о чем не забыть. Потом, значит, накатаешься, устаешь. И вроде как на подъемниках, вот между ними, скажем так, есть рестораны, и вроде бы они открыты. Можно что-то купить, перекусить, но в самой деревушке рестораны работают только на доставку. И вот мы прогадали, мы не знали об этом. Если бы в нашем отеле был ресторан, мы спокойно могли бы прийти туда, позавтракать, пообедать или поужинать. У нас в нашем отеле, в тех апартаментах, которые мы снимаем, есть возможность заказа завтраков. Но они довольно дорогие, там ничего особенного. Проще купить что-то в магазине и дома съесть. В своем номере, в своих апартаментах съесть какие-то закуски, какие-то бутерброды или сделать сырники, что-то в этом духе. Потому что я была на завтраке, мы сначала думали выкупить по приезду сюда. Но там только хлеб, сыр, салями, несколько видов ветчины, йогурт и хлопья. Какие-то фрукты и овощи были. То есть, а, еще и яичница. Но это не настолько, вы знаете, какой-то интересный завтрак, ради которого нужно было бы просыпаться в определенное время, успеть еще и на завтрак. А так как детская группа, с которой мальчики ездят на лыжах, сейчас тоже об этом расскажу, они начинают в 10 часов утра, а автобус на подъемник у нас в 9.15. Пока доедешь, потом на подъемнике нужно подняться вверх к 10 часам, и вот чтобы и позавтракать, и детей одеть, мы тут просыпаемся довольно рано. Поэтому отдых такой активный, и это просто смена обстановки, потому что мне все равно там что-то приходится приготовить, где-то убраться, где-то проследить за детьми. И также нет возможности где-то погреться. То есть, когда ты катаешься 2 часа, ты замерзаешь настолько, но двигаешься, понятное дело, как бы это хорошо. Но все равно очень сильно мрознут руки, например, и хочется зайти куда-то погреться, и нет другой опции, как туалет, потому что там рестораны не пускают. Можно взять, например, чай и постоять погреться на солнышке. Но это не то же самое, что, например, мы были в прошлом году в Австрии, там можно было спрятаться в какой-то уютной кафешке, выпить кофе, съесть что-то, или полноценно пообедать. Здесь поужинать нет, потому что здесь подъемники закрываются в 4 часа вечером. Также в некоторых регионах Швейцарии у нас были наши друзья из Германии перед нашим приездом. Я не знаю, как такое возможно, потому что девчонки писали, что Германия полностью закрыта. А наши друзья, которые проживают в Германии на ПМЖ, они приехали в Швейцарию, и вот в их деревушке еще были очень классные трассы для езды на санках. Только это не обычные санки, а такие с рулем. Их в основном не покупают, а берут в аренду. И мы тоже на это рассчитывали, но здесь есть только, ну, такие любительские трассы без подъемников. Вот рядом с отелем одна, и чуть дальше другая. А наши друзья ездили и говорили, что у них такие спуски были, куда их забирали на подъемники, и потом минут 15 на санках таких спускаешься вниз. Очень прикольно. И я думаю, что когда ситуация нормализуется, мы как-то отведаем и такой вид отдыха. Это, конечно, очень здорово, но не так, как раньше. Я рада, что у нас есть такая возможность приехать сюда, что вообще получилось, что мы снова покатались на лыжах, и все хорошо. Но просто рассказываю, как это выглядит сейчас. Что-то еще по поводу моей езды. Это, конечно, вообще, вы знаете, что я абсолютный любитель, и я новичок, я начинающий. То есть я езжу не супер-упер, я вообще не могу сказать, что я прям кайфую от этого настолько, что вот не могу дождаться, когда мы поедем. Для меня вот именно в кайф первые несколько дней. А потом уже так снова утром нужно вставать, но делаешь это ради детей, ради того, чтобы мы поехали, вот могли поехать все вместе и всей семьей покататься. Потому что это очень классное совместное времяпрепровождение. И вообще, я думаю, что детки будут это помнить всю свою жизнь. И вот меня родители не учили кататься на лыжах, на сноуборде. Томака тоже. То есть он сам уже в подростковом возрасте купил себе свой первый лыжный костюм, сам поехал. Но у меня другие воспоминания из детства. Это деревня, это бабушка, это валенки сельские такие, знаете. Знаете, я тоже настолько тепло вспоминаю это время тоже. Минус 20, как бабушка грела мне одеяло. Прежде всего я лягу спать, потому что в доме было очень холодно. Но мне, как ребенку, это абсолютно не мешало. Мне было интересно смотреть, как дедушка там топит грубу, как печь. Потому что не было центрального отопления. И как он просеивал уголь, как вот этот уголь ссыпался на белый снег. Я до сих пор, вот прям как сейчас это помню. И, к сожалению, в Кракове очень редко бывает снег сейчас. И такой мороз, как здесь, я помню в Польше, знаете, когда я родила Захара. Когда нас выписывали, было минус 17 градусов. С тех пор такого мороза в Кракове я не припоминаю. Может, там было минус 10, но ночью довольно холодно. А тогда, помню, мне выходить с ребенком, знаете, только родила. Типа, вообще, что делать, куда бежать, как его одевать. И вообще, такая какая-то растерянность. И тут днем было, ну не тут, в смысле, тогда, когда в Кракове нас выписывали, было минус 17. И так, ничего себе. То есть, мы даже не ожидали такого мороза. Было довольно тепло на последних там неделях беременности. А когда я родила, на тебя. Вот. Но в моих воспоминаниях я с детства был и такой мороз, и соответствующая одежда, и ритузы, которые я ненавидела такого серого цвета, махеровые. Они такие пушистые. Мне казалось всегда, что я выгляжу, как какой-то пончик, когда их надеваю. А здесь дети, конечно, не капризничают, они понимают, что холодно. Одеваются и катаются с удовольствием. И мы нашли здесь детскую школу езды. То есть, можно и по возрасту группу для себя подобрать. И также, например, если кто-то более продвинутый, то тогда уже выбирают посложнее трассы. Я все еще продолжаю занятия с инструктором. И дети ездят там же, где я. Но у них получается лучше по той причине, что у них нет такого страха. Во-первых, я очень сильно боюсь высоты. Прям нереально. Если я там выхожу на девятый этаж и выглядываю с балкона, мне сразу становится плохо. И если лифт с каким-то там прозрачным дном, стеклянным, то мне уже, знаете, как-то страшно. На самом подъемнике я предпочитаю не смотреть вниз. И когда я вижу горку, и она прям крутая, то я сразу так, все, я не еду вниз, я не знаю, что делать, я убьюсь, я сломаю себе ногу. И мне постоянно инструктор говорит, Оля, не переживай, у тебя хорошая техника, у тебя все получится. Ты едешь медленно, уверенно, и ты знаешь, что делать. Но вчера я несколько раз упала. Ну, не сильно, я просто понимала, что как бы я не вывожу, и что нужно что-то делать. И лучше падать назад, чем вперед и лететь кувырком. Но я себя не очень важно чувствовала. Вчера я говорила, пожалуйста, говорю, только несложные трассы. И мы поднялись на одну точку, с которой не работал подъемник на более легкую трассу. И мне пришлось часть съехать по черной трассе, по самой сложной. Я вам хочу сказать, что я чуть не посидела. У меня реально было настолько плохо. Я уже готова была сесть на задницу и спуститься вниз. Это было очень страшно. Это было настолько страшно, что я вернулась и оглянула. Я думаю, боже, я целая, здоровая, невредимая. Я внизу. Это просто... Я себе не представляю, чтобы я там оказалась одна. Конечно, никто меня не заставляет переться на сложные трассы. Но тоже бывают такие моменты, когда не хочется оставаться одной. Раньше вообще здесь были тысячи людей и в сезон до 20 тысяч людей. А сейчас вы видите, как это выглядит. На тех трассах, на которых я сейчас училась ездить, там единицы. То есть в общей сложности человек 500, нам сказали. На всех трассах, там, где я ездила, обычно настолько много людей, что научиться невозможно, потому что все обтараниваются друг у друга, солнечная сторона, такая легкая горка. И ездить просто в кайф, наслаждаешься видом. И поэтому, конечно, очень ценю, что у меня была такая возможность увидеть это своими глазами, попробовать. И причем вокруг не было других людей, которые меня тоже стрессуют. Если кто-то быстро пролетает рядом со мной, то мне настолько страшно. Потому что если я еду, я стараюсь не втараниться в кого-то другого. И я не уверена, что у всех такой же подход. Особенно на большой скорости все как-то едут прямо. А я езжу вот так из стороны в сторону, чтобы сбавить скорости, чтобы контролировать свои движения. И я не уверена, что кто-то сзади думает точно так же, а не просто там кайфуют. Я такой крутой, еду быстро, у меня все получается. Может, я ошибаюсь, может, это вот такой страх, но мне реально, вы знаете, иногда прям жутко смотреть вниз. Потому что я понимаю, что нужно съехать, и выхода у меня особо нет. Назад на лыжах не пойдешь. И поэтому, наверное, еще пройдет какое-то время, прежде чем я сама начну кататься на таких серьезных трассах. Такие дела. Поболтала с вами. А теперь идем. Наверное, я пойду умоюсь, потому что лицо замерзает, и вообще у меня на ресницах сразу такой инет. И все это потечет, у меня тушь не водостойкая, поэтому пойду смою всю красоту. Главное, что я сделала фотку. Это был прикол, но мне хотелось. Фотку сделала, а теперь идем кататься на лыжах. Вот мы и добрались до местного супермаркета. 5 минут езды на машине оказалось. Есть все необходимое. Сейчас возьму какие-то хлопья детям. Уже нашла макароны и чай. Думаю, сейчас купимся и не будем знать беды, печали с питанием. Ух ты, какие прикольные, позитивные макароны. Особенно вот эти. Интересно, что это такое. Возможно, какой-то местный деликатес. Мы собрали продуктовую корзину с расчетом на семью из четырех человек на завтрак, обед и ужин. Я потом покажу вам счет. Что-то мне кажется, что мало не получится. По итогу наш счет составил 118 франков, при том, что мы не покупали на большое количество людей и на большое количество дней. В Польше на эти деньги я могла бы два раза закупиться на праздники. Это так, для справки. Вот сколько детям нужно для счастья. Пока Томак пошел за санками, идем на вечернюю прогулку и как раз покатаемся. Дети нашли кучу снега и съезжают. Кто едет? А это возьми две пары. Есть санки. Будем разом съезжать. Будем чонгнуть. Так. У нас в отеле есть санки, которые можно попросить. Две штуки для малышней и одни для взрослых. Это не профессиональные санки, а такие любительские. Три-четыре! Ну и молодцы! Классно? Упс. Папа, галопом! Слабо? Томак так накатался на сноуборде, что галопом уже сил нет. По дорогу на специальную горку для санок мы встречаем столько всего интересного. И здесь вот на обрыве расположена дорожка. И пойдем посмотрим, что там. А здесь вид сверху на городок. На поселок, точнее. Ух ты! Неожиданно. Мы думали просто тропинка через лес. Мальчики слушают сейчас сказку о себе. Правда, на немецком. Мне не знают немецкого. но все равно здорово. А, нет! Легенда на английском. У меня аж слезы на глазах. Вот такой езды на санках. Мама! Мама! Боя, ты бега! Мама! Еди, будешь? Еди, давай! Еду, еду! Еди, мама! Мама! Еду, еду! Последний день пребывания здесь я таки сделала набег на некоторые магазины. Я покажу вам содержимое этих двух пакетиков уже дома. Мы с Томаком договорились, что я куплю себе подарки на день рождения. Он дал мне карточку, говорит, Оля, выбирай, что хочешь. И я нашла те бренды, которые у нас или совсем не представлены, или только онлайн. И то, что всегда и везде распродано. И мой вердикт такой, что действительно здесь выгодные цены, это раз, дешевле получается. Из-за того, что совсем мало туристов, дают дополнительные скидки минус 10, минус 20, а иногда даже минус 50 процентов. Здесь находятся мои абсолютные хотелки. И по приезду домой я обязательно сниму видео. Рассмотрим с вами все и расскажу более подробно. А теперь мы с вами будем прощаться. Я надеюсь, что вам со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. Мне будет очень-очень приятно ваша обратная связь. Пока-пока. Увидимся с вами совсем скоро. Спасибо. Спасибо.